всем привет еще одно видео хочу вам преподнести смотрите видео экономическое взято на базе москвы добавил свои оценки ну скажем так по пятибалльной шкале до зависимости от того что я видел и зависимости от среднего что в принципе есть по миру да что мне знакомо в общем и целом смотрите москва это как большая англомерация до экономическая консорциум скажем так в каком-то смысле взял не только москву но и там ближайшие подмосковье замка дом который в принципе является его составляющей поддерживать всю структуру значит первое офисы офисы сами по себе это не они ничего не производят это как обслуживающий формальный сектор он может быть транспортный да он может быть аналитический он может быть связан с биржами например да управление там счетами и так далее да там банковская сектор да это тоже в принципе является как бы офисной системой они конечно могут действовать как скажем так точки продаж реализации да но все-таки это в общем и целом обслуживающие офисное ничего не производящие и в первую очередь автоматизированные должно автоматизированные оптимизированные уволенные на какую-то другую в какую-то другую область до направленность то есть по моим оценкам как бы в общем и целом ну это три плюс да то есть толку от них в принципе не так много но прийти посмотреть на манекенщиц как выражали советском союзе конечно можно вот как например бизнес москве сети москву ну в общем и целом как бы вот оно и все да то есть не более того ну конечно с точки зрения экономики это сильный прогресс был свое время да но сейчас это уже отсталая как бы вещь потому что уже давно есть автоматизация оптимизации и роботизации да уже вот дальше сфера услуг ну начинает маникюры педикюры да там стрижки волос клининга там и так далее и тому подобное здесь что могу сказать ну в общем и целом конечно наверное я поставил бы 4 да то есть реально неплохо то есть сфера услуг она была всегда и так или иначе предоставлялась до самой самая древняя профессия мы тоже знаем она относилась к услугам как ни крути поэтому говорить о том что этот сектор может быть уничтожен напрочь до летом либо автоматизирован автоматизирован вряд ли вот роботизирован скорее всего да оптимизация тут тоже вряд ли подойдет потому что здесь нужен персональный подход клиенту да то есть нужно уделенное время и так далее и тому подобное здесь именно время важно время и качество вот поэтому оптимизация может быть здесь не очень актуально а вот автоматизация роботизация в принципе вполне я бы даже сказал роботизация даже получше будет следующее производство здесь я поставлю 4 плюс ну собственно говоря что это может быть а там производство одежды но если мы берем то москву ближайшее подмосковье там какие-то уникальные столы например делают мебель да в общем и целом из дерева из натурального бука дубы и так далее пластиковое производство да ну как ни крути типография которые обслуживают не только физические лица но и юридические лица да то есть другой другой вид клиента тоже являются да там производителями как ни крути и эта продукция рекламная продукция там до пользуются спросом и постоянно действий сюда можно в принципе отнести еще сельское хозяйство добычу и все остальное но обычно это делают просто вот в ресурсную систему относит ресурсную и сельскохозяйстве но в любом и цел в любом случае это достаточно важные вещи потому что без этого никуда особенно важно то что как бы то что потребляемо постоянно людьми да мы не можем постоянно обходиться без продуктов питания без воды и одежды там и так далее да нам это все необходимо да мы можем отказаться там от лишних листовок например но сильно оптимизировать вот этот сектор не получится немножко процентов на 20-30 возможно но если смысл не факт что касается автоматизации роботизации вот тут полный драйв на то есть чем больше будет заменено именно роботами либо программными кодами этот сектор тем лучше здесь безусловно и соответственно чем больше будет товара да тем ниже будет цена на него да то есть это тоже фактор экономически достаточно понятно следующий сектор это продажи продажи тоже были будут всегда без них тоже никуда по моим оценкам но это в принципе достаточно твердая пятерка потому что все торговые центры рынки москвы да там за открытые открытые новые даже которые построили скрытые рынки очень даже достойны что здесь можно сказать автоматизация подходит да то есть мы на примере можем взять кофейные автоматы которые уже без людей обслуживают да нужно там дополнить сырье но это этот персонал и так был по сути оптимизация вполне возможно но не полностью то есть все равно всегда нужен подход клиенту да и всегда есть расчетно-кассовая система как ни крути роботизация вполне то есть роботизировать можно вплоть до 100 процентов ну за исключением вот именно вот этого небольшого такого промежуточного этапа где там буквально там одну кнопочку нажимать да человек должен в зависимости от того какое решение нужно все-таки корректно принять то есть мыслительный процесс лучше не роботизировать лучше оставить человеку то есть здесь именно человеческий фактор может повлиять скорее положительно чем отрицательно так управляющий административный здесь 4 плюс но потому что принципе москва достаточно урбанизированная инфраструктура хорошая что еще можно сказать ну принципе дороги есть тротуары тоже дома конечно но это общая российская проблема вот муниципальные вещи сделаны достаточно хорошо оптимизировать да можно вплоть до 80 процентов на мой взгляд автоматизировать принципе можно я думаю до 30 процентов роботизировать ну процентов 20 наверное потому что в принципе управляющая должность управляющей должности до административной должности они достаточно будут востребованы среди людей всегда то есть это именно как сказать потребность самого человека как вида то управлять чем-то управлять роботами в том числе роботами системами оптимизированными так далее программными кодами так информационный сектор то есть у нас относится обучение интеллектуальные права ну сюда же можно отнести в общем и целом искусство хотя его принципе немножко другой сектор относит ну здесь по-разному здесь от 3 до 5 баллов и вообще не знаешь как куда и чего зачем в том плане что обучение абсолютно разные то есть обучают вплоть до того что там ну ерунда полная или вплоть до того что там им гуда отдыхать будет тот же самый там youtube рутуб частные программы которые продаются да вот что вы купите вот здесь больше вероятности поймать кота в мешке а то и там я не знаю целый табун лошадей золотых как повезет интеллектуальные права и искусство ну искусство вообще само по себе сложно оценимая вещь роботизировать можно оптимизировать нельзя автоматизировать ну да ну в общем и целом что-то конечно можно дата вплоть до обучения роботизировать абсолютно спокойно вот автоматизировать оптимизировать ну так небольшие проценты так ну и заканчиваем последний пункт это обслуживание обслуживание в принципе людей да и всего сектора городского типа то есть это медицинский сектор плюс социальные до соцработники это полицейский сектор сюда же прокуратура суды судебные приставы и так далее фсб и пожарные пожарные мчс и все возможные предотвращения чрезвычайных происшествий но здесь на мой взгляд 4 минус потому что если медицина работает москве очень неплохо 5 и даже на 5 плюс его поставил ну конечно не идеально но все-таки очень неплохо вот то например социальный сектор на мой взгляд отвратительный то есть максимум на тройку пожарные 5 однозначно то есть я не знаю таких крупных возгораний до которые там уничтожили бы район например да это тоже важно потому что этот обслуживающий обслуживающий сектор экономики он сам по себе очень важно для обеспечения вообще целостности и существование что касается правоохранительных органов так скажем карать тире карательных органов ну здесь все достаточно относительно поскольку москва является крупным центром не только своей области но и не целого целой страны и даже больше чем целой страны вот то я бы честно 2 поставил да вот я как личный пользователь вот ну конечно там не побили по большей части да вот и не убили и слава богу да но все таки если убили я бы вам вообще ничего не сказал вот в целом в принципе что можно сказать несмотря на все составляющие да у нас огромный сектор например в кадрах которых можно сократить да мы наняли москва вообще стала центром жирный бестолковщины вот то есть посмотреть как живут регионы вокруг это ну просто убожество да страна которая претендует на мировое лидерство и и там условно говоря большая часть населения ходит в туалет там через огород да потому что деревни все-таки занимают ну как сказать ну примерно наверно тоже пространство то и больше чем города вот но как-то ну позор честно год ну конечно управляющим нашей страны стоит она однозначно поставить двойки вот конечно никто не призывает там забивать олигархов там при с этим с администрации президента не дай бог ну хотя вот судя по опросам к продолжу и никто не призывает да там к насилию естественно но в общем и целом опросы и тенденции до которые есть сейчас в том числе там ситуации с навальным да могут показать очень плачевные для власть имущих и деньги имущих большие деньги имущие да и последствия вот конечно этого не хотелось бы да чтоб мы возвращались там на стадию варварства да в каком-то смысле с пытками власти и так далее и тому подобное там на колесо вид на ромашковое поле вот это конечно все и так понятно да но в любом случае хочется видеть и от верхушки общества нашего да и от других и от общего социума до более какого-то больше способности коммуникации договариваться да и идти на встречу друг другу вот в таком случае возможен и компромисс и решение многих вопросов да то есть пока у нас там условно говоря маникинщики не станут забивать гвозди да там своих квартирах да мы тоже не получим нормального результата да конечно может быть не до такой степени но в принципе да должно быть больше больше равноправие и феминизм хорошего